Приветствую вас и, знаете, решать вопрос о том, стоит ли спрашивать молодого человека по поводу интересующего вас обстоятельства или нет, нужно исходя из того, чего вы хотите. Как вы хотите выглядеть перед ним. Если вам хочется, чтобы молодой человек вот сейчас понял, что вы им больше не интересуетесь, что вы не считаете возможным дальнейшее отношение, что он вам совершенно безразличен, что вы закрыли как бы в его лице главу своей жизни и живете дальше. То спрашивать не стоит, потому что он это воспримет как еще неугадший интерес. И дальше, если вы сами знаете для себя, что вам все равно, что его будущего с ним вы не видите, но он будет думать, что у вас интерес еще есть и будет вести себя соответствующе. И вам, может быть, из-за этого будет, ну, не всегда хорошо. То есть какие-то негативные моменты для вас, они будут именно из-за этого, из-за такого поведения. Потому что молодой человек, он ведь, ну, как и любой мужчина, сейчас чувствует, что его самолет беззадетен. И он ищет поводы для того, чтобы свое самолюбие восстановить. А лучшим способом восстановить самолюбие для него, это убедить себя в том, что вам он еще не безразличен. А вы, если спросите, именно это ему и дадите. И доказывает потом, объясняет, что вам это просто ради интересного. И получится. Поэтому, если вам это важно, если вам важно, чтобы он думал, что все, двери закрыты, то не стоит у него ничего спрашивать. Каждый концов, это не имеет никакого значения, если вы расстались. Но если вам не особо важно, что он будет думать, и не особо пугает перспектива того, что он как-то может обратить против вас, вот, то, что вы у него спросите, то есть он может сказать, а зачем ты интересуешься, а что, я тебя еще волную, а что, как бы, для чего тебе это нужно. И так далее. Вот, если вас это не беспокоит, если вы готовы столько встретить подобные вопросы, а главное, если есть основания, верить молодому человеку. То есть, предположим, он скажет вам, что нет, не изменял. Есть ли вероятность того, что он говорит правду? А если он скажет вам, ну, пусть и назло, что да, вот изменял тебе налево-направо, а ты мне не нравилась раньше еще, я тебя терпел, там, и так далее. Опять-таки, будет ли в этих словах правда? Вот о чем вам нужно подумать. То есть, где гарантия, что мужчина скажет правду? Тут вам не его спрашивать об этом нужно. Тут вам надо, если вы хотите узнать именно эту часть, то вам здесь нужно скорее спрашивать его друзей, которые знают гораздо больше, чем он вам скажет. И вот они-то вам, скорее всего, не соврут. А молодой человек, знаете как, если он злится сейчас, он хочет вас еще больше обидеть, унизить и оскорбить, то он, скорее всего, скажет, что изменял. Если надеется вернуть вас, то скажет, нет, 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 я тебе не изменял, я был верен только тебе. Но и то, и то может быть с равной долей вероятности неправды. Получается, что вы немножечко поджерстывали свои позиции, получается, что вы немножечко уступили мужчине. А ради чего? Ради просто слов, которые ничем не подтвердили, которые никак не доказаны. Так что этот момент тоже стоит вам для себя определить как-то. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Продолжение следует...